Глава Чувашии сегодня побывал с рабочим визитом в Яльчикском районе. Михаил Игнатьев принял участие сразу в двух праздничных событиях. В одной из деревень открылся фельдшерско-акушерский пункт, а в районном центре сдали в эксплуатацию новый детский сад. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Седьмой в республике, первый в районе. О переезде в новое здание медики деревни Малая Ярыкла грезили давно. Условия, в которых они работали раньше, были далеки от идеальных. Тесные помещения, сгнившие деревянные полы, прохудившаяся крыша. Вкладывать деньги в ремонт старого ФАПа уже не было смысла. Здание признали аварийным. Печное отопление было. Не было водопровода, только своими силами там проводили медработники. А вот теперь стараниями правительства, нашей районной администрации и местного поселения, стараниями жителей самих, прекрасно обустроили, благоустроили, построили. И теперь у нас прекрасные условия. То, что вы видели, какое здание было и какое сегодня построено, для того, чтобы вас обслуживать. Это диспансеризация, это процедуры. Не надо далеко уходить, близко, рядом. Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели менее чем за полгода. На его строительство из бюджета республики было выделено более двух миллионов рублей. Врачей вооружили современными аппаратами и лекарствами. Теперь ставить диагнозы и оказывать первую медицинскую помощь они смогут более оперативно. ФАП деревни действительно необходим. Местные жители говорят, что сюда начала возвращаться молодежь. Население повышается, деревни приезжают вон с города, молодежь приезжает. То, что возвращается, отдельные яркие примеры они есть, это здорово очень. Самое главное, население детское увеличивается. Трудоустройство. Хотя кто занимается личным ботонным хозяйством, излишки они продают, семейный бюджет пополняют, это неплохо. Район преображается с каждым годом, и это тоже отмечают местные жители. Центр села Яльчики. Недавно здесь проложили новую дорогу. Большие средства направили на ремонт этого дома. Заменили кровлю все коммуникации и благоустроили двор. Жильцы решили не оставаться в стороне и разбили возле подъездов цветочные клумбы. На окраине райцентра сегодня распахнул свои двери новый детский сад. Будущие воспитанники уже начали обживать игровые комнаты. Друг с другом они уже успели познакомиться. Почетным гостям ребята устроили концерт. Осенью здесь откроют только две группы, в следующем году еще три. Всего же детский сад сможет принять 95 ребят. Для них создали идеальные условия. Просторный спортивный зал, современный пищеблок, новая мебель. Родители называют садик настоящим дворцом. Условия очень, конечно, комфортабельные, очень хорошие. И условия, и вообще очень хорошие. И спортивный зал есть, и актовый зал, и игрушки. Очень замечательные, подходят ко всем возрастам. Территория находится под прицелом нескольких видеокамер. Безопасность гарантирована. Неподалеку от детского сада оборудовали просторную площадку для игр. Ребята уже успели облюбовать ее. Вообще, игрушки и мебель садику помогали приобретать меценаты. На подарки они оказались щедры. В новый садик детей поведут не только жители районного центра. Приезжать сюда будут ребята из окрестных деревень. В Шевле уже третий по счету детский сад в Яльчиках. С его появлением дошкольное образование в районе стало еще доступнее. Теперь в очередях не стоят дети старше полутора лет. А скоро эту проблему в Яльчиках удастся решить полностью. Медрик Валев и Николай Яковлев. Республика.